Эффективно и востребовано. В Чувашии набирает обороты программа «Земский учитель». Люблю развиваться, и вот что-то новое для меня это как стимул развития. Еще пять педагогов отправятся преподавать в глубинку и получат в качестве поддержки по одному миллиону рублей. Экспорт и импорт в современных условиях, поиск новых форматов внешнеэкономической деятельности. Даже в тех странах, которые говорят, что мы с Россией не дружим, а кушать хочется все равно, и всегда не дружим. Так что это хороший аргумент для того, чтобы нам более наступательно и где-то может даже с агрессивным характером атаковать те рынки, которые казалось бы нам чужие. Как укрепить действующие торговые отношения и выйти на другие рынки? В столице Чувашии обсуждали торговые представители России в иностранных государствах. Комплекс услуг на открытие своего дела поможет крепко встать на ноги. Оказались спектры услуг по организации своего дела, так как ранее я уже имела свой косметический кабинет. Мне помогли написать проекты, я его успешно защитила, и мне выделили деньги на собственное дело. Жителям Чувашии в зависимости от возраста и социального статуса доступны комплексы услуг с учетом жизненных обстоятельств. Их жизнь – пример сохранения семейных ценностей. Я богатый человек. В преддверии Дня семьи, любви и верности в Чебоксарах честовали супружеские пары, прожившие в браке более полувека. Чебоксары. В законе также расширен перечень обстоятельств, при которых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставляется жилищный сертификат. Это прохождение военной службы по призыву, наличие инвалидности первой и второй группы, а также уход за инвалидами или престарелыми. Министр строительства Чувашии Павел Данилов отметил, что на обеспечение жильем детей-сирот в бюджете на этот год и на плановый период до 2025 предусмотрено почти 660 миллионов рублей. Механизм выдачи субсидий на приобретение квадратных метров был запущен два года назад и, по словам министра, неплохо себя зарекомендовал. Сертификаты получили 140 детей-сирот, 111 им уже воспользовались. Учтен и еще один момент. Социальную выплату можно будет направить на погашение кредита полностью или частично, если по достижении возраста получения этого документа человек будет проживать в ипотечной квартире. К тому же использовать сертификат можно на территории всей республики. По данным органам местного самоправления, 33 лица из детей-сирот, достигших возраста 21 года, готовы улучшить жилищные условия с помощью жилищных сертификат. Это почти 93,6 миллионов рублей. Ожидается, что указанные расходы будут ушляться в пределах лимита бюджетных ассигнований на обеспечение жильем детей-сирот, предусмотренных на 23-й год закон о республиканском бюджете. Депутаты сегодня одобрили еще один важный законопроект. В Чувашии вводится почетное звание «Народный учитель». С этой инициативой выступила преподавательская общественность. Ее поддержало Республиканское Министерство образования и одобрило правительство. Высокое звание будет присваиваться учителям и преподавателям со стажем работы не менее 25 лет и при наличии у них других государственных наград, таких как заслуженный учитель или заслуженный работник образования Чувашии. При этом после присвоения этих званий должно пройти не менее 5 лет. Предполагается, что указ будет издаваться один раз в год в преддверии дня учителя. Депутаты предложили также продумать поправки, предусматривающие им материальное поощрение педагогов, претендующих на эту высокую награду и внести их в региональный бюджет, к формированию которого парламентарии приступили в ближайшее время. Восполнить дефицит кадров в сельской местности должна помочь федеральная программа «Земский учитель». Она действует 2020 года и оказалась достаточно востребована в Чувашии. Сегодня в Чебоксарах назвали имена пяти педагогов, которые отправятся преподавать в глубинку на 5 лет и получат за свое волевое решение по 1 миллион рублей. Жизнь порой подкидывает куда более сложные задачи, чем в учебнике по математике. Педагог Дина Саватеева не скрывает, в федеральной программе «Земский учитель» подтолкнул поучаствовать в финансовый вопрос. В педагогике я 29 лет. В эту программу меня привело стремление заработать деньги, и поскольку зарплата у нас учителя не в Альфае, а хочется расплатиться с кредитами побыстрее. Теперь до нового места работы учителю математики придется ездить на машине, но дорога не пугает, как и объем работы. Когда есть большой учительский стаж, перспектива общения с новоиспеченными коллегами и учениками воспринимается позитивно. Об этом же говорила и другой «Земский учитель» Ольга Ашмарина. Участие в федеральной программе она расценивает как возможность профессионального роста. Из Яльчикской школы учитель математики перешла в Батыревскую. «Я работала до этого в малокомплектной школе, но она в 2019 году была реорганизована путем присоединения к базовой Яльчикской школе. Там я проработала 4 года, и сейчас участвую в данной программе. Люблю развиваться, и что-то новое для меня – это как стимул развития». В Батыревской школе номер один сейчас обучается больше тысячи учеников. Нагрузка у учителей математики огромная, поэтому приход опытного предметника очень радует руководителя учреждения. «В нашей школе мы для своих учителей предоставляем автоматизированное рабочее место, учебный кабинет, достаточно стабильная высокая педагогическая нагрузка, и все возможности, которые они хотят в своей жизни как профессионально, так и лично реализовать, свои потребности, свои одаренности, свои способности, мы готовы для них тоже осуществить». А условия в Батыревской школе действительно заманчивы. Об этом говорит тот факт, что в прошлые годы коллектив пополнился двумя специалистами. Один земский учитель приехал в село из Чебоксар, а вторая учительница перебралась в Чувашию из Саратовской области. Основная миссия программы «Земский учитель» — помощь в том числе и молодым специалистам при трудоустройстве в сельские школы. Проект позволяет учителям пополнить свой бюджет на 1 миллион рублей, который можно потратить по своему усмотрению. Чаще всего педагоги направляют деньги на строительство дома, покупку квартиры или закрытие ипотеки. В свою очередь, получив прибавку к семейному бюджету, учитель берет на себя обязательство проработать на новом месте не менее 5 лет. Учебная нагрузка должна составлять не меньше 18 часов в неделю. Последние 4 года направили по программе «Земский учитель» 12 учителей. На следующий год мы вышли с заявкой в Федеральное министерство просвещения, и нашу заявку поддержали. 14 уже педагогов переедут в сельское место. Вообще кадровый вопрос остро стоит не только в сельских, но и городских школах. По словам министра образования, в ближайшие 2-3 года нам понадобятся кадры для десятка школ. Людмила Майкова, Игорь Ульянов, Вести Чувашия. Что мы можем продать Великобритании, Северной Ирландии, Вьетнаму, Дании, Индонезии, Кубе и Таиланду? И что мы можем у них купить? В столицу Чувашии приехали торговые представители России в иностранных государствах. В планах местных властей завязать торговые отношения даже с теми странами, с которыми не сотрудничали совсем. В Чебоксарах прошло расширенное заседание экспортного совета при главе Чувашии и клуба экспортеров, которым приняли участие и торпреды России. Сейчас вот при входе с Олегом Алексеевичем Москопо, Куба – это вот то, что нам нужно. А все потому, что отношения с островным государством на данный момент нуждаются в развитии. Торпред России на Кубе Сергей Балдин признался, что это недоработка его предшественников. Будем исправляться, констатировал он. Да и российские власти стали чаще наведываться на Остров Свободы. Недавно подписали меморандум о сотрудничестве в сфере инвестиций. Чувашия же со своей стороны может быть полезна по четырем направлениям. Энергетика, пестициды, гербициды, мышностроение и продукты питания. А что касается Великобритании, то двухсторонний товароборот составил около 29 миллиардов долларов. Правда, эти цифры предсанционного года. Сейчас же отношения Соединенного Королевства с нашей страной натянутые, но разрывать торговые отношения никто не спешит. Мы можем продолжать сотрудничество, потому что логика британцев вполне понятна. То есть то, в чем они крайне нуждаются, они готовы покупать. Если на поставки золота, стали, нефтепродуктов Великобритании по сути ввела эмбарго, пошлина стала неподъемной, то на химическую продукцию ограничений никаких нет. Зеленый свет. А по этой части Чувашия сильна. В основном все шинные заводы, европейские, американские, они до сих пор используют специализированные химикаты, которые производятся у нас, в Чувашской республике. Вот. Соответственно, они также поставляются на экспорт. Даже в тех странах, которые говорят, что мы с Россией не дружим. А кушать хочется все равно. И всегда мы не дружим. Так что это хороший аргумент для того, чтобы нам более наступательно и где-то, может, даже с агрессивным характером атаковать те рынки, которые, казалось бы, нам чужие. К концу года в Чувашию хотят запустить новый завод «Волжская перекись». Продукцию также намерены поставлять за границу. После резкого спада внешнеторговый оборот республики постепенно восстанавливается. За последние полгода объем экспорта увеличился на 44%. Сценарий отказа от российской продукции не сбылся, констатировал глава республики. Поэтому необходимо наращивать экспортный потенциал. Как вариант обратить внимание на туристическую сферу, а также активнее рекламировать образовательные и медуслуги. В Чувашии продолжается комплексная модернизация центров занятости. В число 17 пилотных регионов мы вошли в первую волну реформы в начале этого года. В республике уже действуют три обновленных кадровых центра работы России в Канаше, Алатаре, Шумерле. К концу года заработают еще сразу 20. Тем временем все жители региона уже сегодня могут выбирать новые сервисы и получать комплексы услуг с учетом своих жизненных обстоятельств. Кадровый центр работы России в Шумерле начал функционировать в прошлом году. Давайте посмотрим, как работают карьерные консультанты и какую поддержку они предлагают людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Сегодня жителям Чувашии в зависимости от их возраста и социального статуса доступны комплексы услуг по 10 жизненным ситуациям. В их числе женщины с детьми, люди старшего возраста, молодые специалисты, инвалиды, сироты, длительно не работавшие граждане, люди, освободившиеся из мест лишения свободы. С недавних пор особая категория – члены семьи участников СВО. Ада Никифорова переехала в семью из Коми в Шумерле в прошлом году. Однако в октябре ее мужа мобилизовали, и женщина осталась одна с дочкой первоклассницы в чужом городе. Она пробовала себя в разных профессиях, но найти работу с удобным графиком так и не смогла. Тогда Ада и обратилась в центр занятости. К слову, на родине у нее был свой косметический кабинет, поэтому душа лежала к бьюти-сфере. Оказались спектры услуг по организации своего дела, так как ранее я уже имела свой косметический кабинет. Мне помогли написать проекты, я его успешно защитила, и мне выделили деньги на собственное дело. В рамках комплекса услуг «Открытие своего дела» Ада получила от центра средства на закупку оборудования и в мае запустила свой собственный салон красоты. К слову, у начинающего предпринимателя уже есть постоянные клиенты. Кстати, помимо информирования о вакансиях, условиях труда и профориентации, в комплекс «Открытие своего дела» от центра занятости входят психологические тренинги, занятия по социальной адаптации, бесплатное профобразование, а также участие в госпрограммах поддержки при трудоустройстве. В этом году из республиканского бюджета выделены средства в помощь безработным гражданам по жизненной ситуации открытие собственного дела 1 250 000 рублей. 7 человек уже воспользовались этой услугой, получили по 102 000 рублей. Один человек с инвалидностью получил 140 000 рублей. Три человека в настоящее время подали заявку и проходят защиту бизнес-плана. В республике по различным жизненным ситуациям за комплексом услуг обратились 5 500 безработных. Почти половина из них получила поддержку и трудоустроена. Дарья Петрова, Святослав Петров, Вести Чуваши. Сегодня в Чуваши отмечают 103-ю годовщину со дня образования органов внутренних дел республики. Сотрудников полиции поздравил глава Чуваши Олег Николаев. Он отметил, что оперативная обстановка в республике находится под контролем. Тому подтверждение итоги работы за первое полугодие. Число зарегистрированных преступлений сокращается. На 13% снизилось количество особо тяжких преступлений. Раскрываемость убийств, умышленных подчинений тяжкого вреда здоровью, изнасилований и разбоев достигла и вовсе 100%. Не допущено ни одного террористического акта и конфликтов на почве этнических или религиозных разноглазий. Междунациональная обстановка в регионе стабильная. Тех, кто ежедневно обеспечивает порядок в регионе и выполняет свою работу на совесть, Олег Николаев отметил наградами. Представители Общественного совета при региональном МВД посетили Единый центр оказания государственных услуг в Новочебоксарске. Сделали они это в рамках всероссийской акции «Гражданский мониторинг». На что активисты обратили внимание и какую оценку дали работе сотрудников, узнаем в материале наших коллег из пресс-службы МВД. Все хорошо, все дружелюбно, все вовремя. Стало лучше. Представители Общественного совета при МВД Почувашской республике Владимир Трофимов, Кирилл Лукин и Роман Ефимов в свой визит в Единый центр оказания государственных услуг отдела МВД России по городу Новочебоксарск начали с посещения площадки для осмотра транспортных средств. Единый центр оказания государственных услуг расположен по адресу город Новочебоксарск, улица Коммунистическая, дом 5. В здании в прошлом году был проведен капитальный ремонт. В сопровождении начальника регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД майора полиции Григория Евдокимова общественники ознакомились с условиями, созданными для маломобильных граждан, проверили наличие парковочных мест и пандусов. Для маломобильных граждан, для этих, собственно, на котором также имеется окно приема граждан, куда граждан может подойти, где ему дают отправочные фронты, где они полностью осуществляют приемы с места. В день отдел посещают более 100 граждан. Большинство регистрирует транспортные средства. За январь-юнь этого года государственными услугами по линии госавтоинспекции воспользовались почти 12 тысяч человек. В среднем гражданин проводят в центре около получаса. Свыше 99% заявителей оценили работу сотрудников подразделения положительно. Записаться можно к нам как через портал государственных услуг, так и предварительно получив талон через сервис управления электронной очереди. Но для удобства граждан мы бы в любом случае рекомендовали им предварительно записаться через портал государственных услуг, потому что они могут выбрать для себя удобные даты и время посещения, при этом могут заранее приехать, провести соответствующий осмотр транспортных средств, при необходимости устранить какие-то замечания и уже назначенное время полностью подойти, подать документы. В отделе по вопросам миграции тоже многолюдно. По словам руководителя подразделения Ольги Шатманбековой, они оказывают 8 государственных услуг. С начала года здесь их получили почти 11 тысяч человек. Их качеством остались удовлетворены 100% обратившихся. Общественники пообщались с посетителями на месте. Граждане сказали, что довольны обслуживанием и созданными условиями. Особо отметили вежливость сотрудников. У меня брат в Донецкой Народной Республике живет. У них прописка, паспорт он получил раньше, чем у них стали давать с пропиской. Теперь вот сюда мы приехали, прописку ему в Донецкой Народной Республике по месту проживания делают. Очень хорошо. Прямо довольны мы. Подводя итоги проверки, представители общественного совета положительно оценили работу сотрудников подразделений по предоставлению государственных услуг. Очень много информационных стендов. Все написано, понятно, куда идти, куда обращаться. Если вдруг у граждан появляются вопросы, они могут легко обратиться к сотрудникам, которым подскажут, куда подойти. При въезде очень удобная парковка, что важно. И на парковочном месте много достаточно свободных. Поэтому я думаю, что после капитана ремонта данное здание стало намного удобнее для граждан. В рамках акции «Гражданский мониторинг» общественники планируют посетить и другие подразделения МВД по Чувашской Республике. Сегодня в Чебоксарах состоялся общеградской Владимирский крестный ход. Он посвящен историческому событию, связанному с основанием города Чебоксары. Еще в XIX веке, ежегодно 6 июля, его совершали чебоксарцы. Икону Божией Матери Владимирской по праву называют главной святыней Чебоксар. Обычно она находится в иконостасе Веденского собора, но сегодня положена на аналой в центре храма, чтобы все могли приложиться к ней. Этот образ принес в дар городу святитель Гурий Казанский. В 1555 году по указу царя Иоанна IV Грозного здесь, на месте собора, перед этой иконой, он совершил богослужение на основании храма и города-крепости Чебоксары. Отсюда ежегодно совершается общегородской крестный ход. В этом году в нем впервые за много десятков лет участвовала Чебоксарская святыня. Во главе этого шествия митрополит Чебоксарский и Чувашский Саватий. С пением молитв крестный ход движется к тому месту, куда 468 лет назад прибыл святитель Гурий, духовный основатель нашего города. Когда-то наши предки выходили на это шествие целыми семьями. Как и раньше, так и сегодня верующие, проходя в крестном ходе, молятся небесные заступницы о себе, о семьях и детях, о мире и благополучии города. Эти молитвы разносятся над Чебоксарским заливом. Конец маршрута – Спасо-Преображенский монастырь. Именно здесь, в 16 веке, встречали святителя Гурия. Сейчас встречают его православных потомков – молитвенников. Пройтись крестным ходом – это не несение креста, но примерно близкое, чтобы отдать хотя бы часть своих трудов во славу Божию и Пресвятой Богородице. Владимирская икона Божьей Матери всегда спасала Россию. И мы сегодня шли и молились за наших воинов, чтобы они победили. Пусть Пресвятая Богородица своим честным амофором всегда покрывает наших солдат, наше правительство, нашу любимую Россию. Песня о просторе святых. После молебного пения крестоходы спешат приложиться к иконе, а владыка щедро кропит всех святой водой. Это особая радость после напряженного шествия под ярко палящим июльским солнцем. Но радость здесь еще и от другого. Это шанс помолиться, прикоснуться к святыне большой, обрести благодать Богородицы, помолиться о своих грехах и о спасении. Для меня это единство с братьями и сестрами во Христе. Когда идешь вместе крестным ходом с другими людьми, которые разделяют твои взгляды, вы вместе поете Богородицу, просто чувствуется огромное единство. И какой-то новый взгляд на жизнь, что-то непередаваемое словами. Зинаида Паршагина, Вести, Чувашия. В преддверии Дня семьи, любви и верности стала доброй традицией чествовать супружеские пары, которые прожили в браке более полувека и достойно воспитывали детей. Эти семьи получают государственную награду Чувашии, Орден за любовь и верность. Таких в республике уже 210. Сегодня глава региона Олег Николаев в Доме правительства чествовал те, кто своим личным примером внес неоценимый вклад в развитие своей семьи, муниципалитета и республики в целом. В зале супружеские пары разных возрастов и профессий, но каждую из них объединяет одно – любовь к своим вторым половинкам, крепкость семейных устоев и достойное воспитание детей. Многие пары многодетные. Есть те, кто воспитывает шестерых. Например, Платонова из Янтикского муниципального округа. Галина Петровна активно участвует в общественной жизни села. Вместе с женщинами организовала сбор лекарств, вещей, продуктов для участников СВО. Вязала для бойцов шерстяные носки, изготовила множество окопных свечей. Николай Андреевич – пчеловод. И сладким урожаем делится с теми, кто сейчас на передовой. В настоящее время, конечно, очень трудное положение, но мы по силе возможностей помогали военнослужащим. Спасибо правительству, что оценил наш труд. Конечно, мы гордимся, очень рады. Семь семей удостоены заслуженных наград, ордена за любовь и верность. За плечами каждой пары более полувека совместной жизни. Есть те, кто отпраздновал уже железную свадьбу. Так семья Антоновых из Вурнарского муниципального округа. Анатолий Антонович и Мария Ивановна за 65 лет совместной жизни воспитали пятерых детей. И это главное богатство жизни, признается, счастливая чета. Мы с женой живем в Соквачеве. У нас пятеро детей, девять внуков. И вот когда они забираются в праздники за нашим столом, мне никакие деньги не нужны. Я богатый человек. Все семейные пары отмечают, что главную награду они уже получили, встретили на своем пути человека, который стал для них поддержкой и опорой. У нас в Чувашской республике, на мой взгляд, очень здорово вот так вот прижились традиции семейной жизни, сохранения семейных ценностей. И как показатель это порядка 1300 наград различного назначения, это федеральных, региональных. Также в семидесятком семей республики, состоящем в крепком и счастливом браке 25 и более лет, в муниципалитетах будут вручены общественные награды, медаль за любовь и верность. Елена Михайлова, Игорь Ульянов, Вести Чувашия. Сто мастериц Татарстана вышли к арту республики. Нити перереплились в самых известных символах, отражающих своеобразие самых разных уголков региона. Сейчас работы соединяют в единое полотно, которое в августе представят на фестивале, вышитая Россия в Чебоксарах. Фрагменты будущей карты вручную вышивали сто мастериц в разных концах Татарстана. Без ограничений в выборе техники и узоров. Каждая создавала символ своей малой родины. Команда рукодельниц из Чистополя изобразила значимые для района объекты. Соборная мечеть Нур, которая по сей день является духовным пристанищем всех наших мусульман. Наш Никольский кафедральный собор, который построен по проекту Пятницкого. Каждый район на карте отличается своим цветом, символами и, безусловно, памятными местами. Все это мастерицы выразили на полотне через татарские орнаменты и узоры. На карте действительно мы можем увидеть обозначение. Там у нас есть соловей, который символизирует певца с бабочкой. То есть, если хорошо, правильно читать карту, здесь очень много есть смыслов. В этом кропотливом деле мастериц на каждом этапе проекта консультировали профессиональные художники. Подсказывали компоновку, помогали в составлении эскиза, подборе цветов, оттенков и специальных ниток. Главная ценность в сохранении традиций вышивального искусства. Каждый район по-своему уникальный. В каждом районе есть свои уникальные ремёсла. Жили свои мастера. И сейчас народные художественные промыслы у нас возрождаются. Большая работа позади. Теперь всё, что было создано мастерицами в районах республики, соединяют в единое полотно. Вышитую карту Татарстана представят на фестивале «Возрождение эпос современном прочтении», который пройдёт с 15 по 23 июля в Казани и Болгаре. Эльмир Исмогилова, Ленар Хабибуллин, Вести, Татарстан. Это все вести на сегодня. 21.00. Наш эфир продолжит программу «Мастер спорта». Автор и ведущий Вячеслав Ильин расскажет о ходе реализации федерального проекта «За самбо», о том, где же прошёл фестиваль единоборств «Сила духа» и подведёт итоги заплыва Чепсим 2023. Я же с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера!